Доброе утро, дорогие зрители! Сегодня я хочу вам рассказать о книге Марии Парр «Вратарь и море». Мария Парр – это молодая норвежская детская писательница, которую уже сравнивают с Астрид Линград. И действительно, они похожи тем, что имеют большую популярность у российских читателей. В моих руках долгожданное продолжение книги «Вафельное сердце», тираж которой превысил 100 тысяч экземпляров России. Как и в «Вафельном сердце», в книге «Вратарь и море» сюжет разворачивается вокруг мальчика Трилли и его подруги и соседки Лены, живущих в вымышленной бухте щепки Матильды. Лена выступает за водилой и генератором сумасшедших идей, чем-то напоминая Пеппи длинный чулок. А Трилли же более взвешен и спокоен, и всегда переживает, чем закончатся их приключения. А они у них на каждом шагу, от забавных и трогательных до опасных. Стоит сказать, что в книге «Вафельное сердце» ребятам по 9 лет, а сейчас 12. 12 лет – это трудный возраст, поэтому на этом нелегком пути их ждут разные чувства и эмоции, от радости и счастья до боли и огорчений. Что особенно прекрасно, вся история происходит в сельской местности, и нашему взору открываются потрясающие виды. Море, гор, равнин – это огромное пространство света и воздуха. Посмотрите на иллюстрации, они прекрасно оттеняют настроение книги. Тут красиво все. Книга написана просто, потому что повествование ведется от ребенка, соответственно, и диалоги с родителями тоже выглядят по-другому. А вообще, в целом, все фразы очень необычны и затейливы, и хочется подчеркнуть и к ним вернуться. Например, «Мир так прекрасно устроен в Трилле, что каких бы глупостей мы ни натворили, их почти всегда можно исправить, но это не для слабаков». Еще хочется рассказать об авторском ходе, который, может быть, кому-то откликнется. Например, «Мария Пар» «Переживание героев» передает не только через мыслительные процессы или физическое состояние, а через отсылку к деталям или предметам быта. Например, Трилле жутко боялся выступлений, и перед каждым из них он заболевал и оставался дома под одеялом. Поэтому, когда мы читаем о том, что Трилле лежит дома, укутавшись в одеяло, мы уже понимаем, какое состояние он испытывает. Или, например, Трилле пришел в школу в сапогах, хотя никогда этого не делал, потому что боялся, что его будут называть рыбаком, и этого стеснялся, а в какой-то момент пришел в них в школу. Это что-то про свободу. Эта книга помогает внутренне улыбнуться, по-хорошему почувствовать себя ребенком и хотя бы на какое-то время скинуть оковы и проблемы в повседневной жизни. Считайте книгу «Мари и пар», «Братарь и море» и приходите в муниципальное объединение библиотек города Екатеринбурга. Мы будем рады встрече с вами. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok